приветствую друзья что ж пока из гонконга мчит на всех парах бронзовый редми но у 10 pro с объемом памяти 6 на 128 гигабайт который на старте продаж мне обошелся всего в 16600 рублей вместе с купонами и промокодами их кстати я для вас также публиковал в группе вконтакте и канале telegram на секундочку сейчас данная модель на том же сайте стоит около 29 тысяч рублей и я также знаю что многие из вас кто уже подписан на нашу группу вконтакте и канал telegram тоже успели заказать редми но у 10 и но у 10 про по очень вкусной цене ну а тех кто еще не подписан я приглашаю присоединяйтесь и экономьте вместе с нами ссылки я как всегда оставлю ниже в описании и помимо промокодов и скидок на алиэкспресс там же я всегда оставляю для вас свежей версии google камеры и подробную инструкцию как их установить ну а пока но у 10 про в пути я решил в качестве эксперимента провести игровой тест redmi note 9t в большинстве современных игр полный обзор redmi note 9t виде сравнения с poco x3 уже есть на канале там мы подробно рассмотрели и сравнили практически все камеры звук автономность и многое другое а сегодня посмотрим на что способен dimensity 800 u в тяжелых и не очень оптимизированных под него играх но для начала дабы освежить вашу память покажу на примере скриншотов результаты тестов в бенчмарках ну чтобы сразу хорошенько прогреть смартфон начнем пожалуй наш тест shadowgun legends в левом верхнем углу вы всегда можете наблюдать количество кадров герцовку и разрешение и тестировать будем следующим образом для начала запускаем игру на самых максимальных настройках смотрим какие показатели выдаст нам игра на таких настройках ну а потом будем снижать настройки ну что ж побежали смотрим на счетчик кадров ну как видите пока что фпс держится примерно на 56 проседает до 40 с небольшим 59 это напомню нас максимальные настройки 56 герцовка здесь меняться конечно же не будет но пока перестрелки нет видим что фпс держится практически стабильно на 58 60 кадрах но сейчас появятся супостаты и я думаю фпс начнет проседать да видим что фпс уже немного проседает 46 видим на счетчике кадров 52 ну на данной локации видим что просадки на максимальных настройках не очень существенные да естественно когда встречаются враги начинается какой-либо замес сразу фпс немножко проседает но вот сейчас видите опять 60 кадров эти вражина 47 кадров 39 кстати да вот уже фпс начал значительно проседать смартфон немножко нагревается но сразу скажу не критически нагревается чуть позже я скажу какой нагрев будет пабге да в папке его тоже тестировал два часа я на нем в папке тыграл вот-вот кстати видели просадочка такая неплохая произошла счетчик по моему даже не успел среагировать на эту просадку но тем не менее просадка была приличная и телефон немножко подвис в общем как вы сами могли видеть на максимальных настройках графики в shadow gun legends redmi note 9t себя показывает неплохо в принципе я думаю здесь можно и не запускать тест на низких настройках так как практически всегда игра держится там стабильно на 46 на 50 кадрах но все-таки чтобы все было по-честному давайте вам покажу как обещал на минимальных настройках как видим графика стоит на низкой и фпс на 60 давайте посмотрим как игра себя поведет при таких настройках будут ли существенные просадки пока врагов нет видим что стабильно 59 60 кадров игра про открывание дверей в общем как по мне а вот и супостаты муху сейчас убьем так ну 58 кадров даже в ближнем бою как видите просадки несущественные давайте этого подпустим поближе мне не получилось вот-вот давай-давай бей-бей-бей 59 кадров ну в общем как я и предполагал на минимальных настройках игра практически всегда держится на 60 кадрах нам сюда опять двери открывать да сколько можно сейчас муху убьем много противников много врагов но при этом просадки как вы видите несущественные буквально два кадра 59 58 фпс мы видим на счетчике кадров это что такое 56 кадров кстати смартфон уже немножко прогрелся нагрелся он данной области но не сильно сразу скажу сразу руку при этом он не обжигает какого-либо дискомфорта не доставляет такой нагрев ну а следующей игрой пускай у нас будет call of duty режим королевская битва также для начала покажу вам настройки графики звуки изображения и как видим настройки сейчас стоят максимально доступны для этого смартфона выше поставить уже нельзя посмотрим для начала на максимальных настройках сколько нам выдаст фпс данный смартфон и данный процессор в игре ну а дальше переключимся на более низкие настройки и пока ждем что я могу сказать про тач тач на этом смартфоне неплохой да он не топовый как на более дорогих моделях но все-таки отзывчивость у него неплохая проблем с тачем я здесь честно говоря каких-либо не испытывал так как всегда пафосное начало call of duty все красивые все нарядные все будут прыгать ну что ж полетели посмотрим сейчас на счетчик видим что на счетчике у нас 40 фпс сейчас приземлимся посмотрим какой фпс будет в игре ну что ж пока никого нет видим что на счетчике практически стабильно и практически всегда 49 там 39 38 кадров герцовка конечно же не меняется так как данный смартфон поддерживает только 60 герц дисплей данного смартфона и с обеточным ну и разрешение такое же дисплее как было до этого и в shadow gun legends все-таки нам надо найти хоть какого-нибудь врага это напомню максимальные настройки графики сейчас установлены на этом смартфоне так походу он меня уже видит не один был ползает так самолет летит ну хоть кто-нибудь хоть кто-нибудь давайте уже вот когда надо никого нет это закон подлости вечный стабильно ола вот и враг живучий все неживучий так вылечимся немножко но как видите просадки несущественные даже когда врага встречаем но здесь опять же конечно если будет дым например кстати что у нас по дыму нет нас дымовых шашек давайте гранату взорвем например они во вроде дым есть посмотрим так дыма увидим что просадки до 38 кадров флешка так называемая граната вспышка ну да видите что в дыму все так же остается примерно на том же уровне вот даже 41 кадр но в общем это у нас максимальные настройки графики в call of duty mobile и давайте так же сейчас я перезайду чтобы было все по честному поставлю настройки для начала на минимальные низкое все кадры оставим на высоко и надо перезайти в игру чтобы все применилось перезаходим и продолжаем на не успел перезайти но чё сейчас заново начнем но и вновь пока у нас подготовительная фаза посмотрим на настройки графики так это не то закройся графика у нас здесь звук и изображение и видим что так же все стоит на минимум и частота кадров высоко посмотрим какое количество кадров у нас на старте видим также 40 fps в общем по всей видимости стоит лог и на данном смартфоне на таком железе выше чем 40 кадров вы не получите даже если поставить минимальные настройки графики но если вы кстати знаете секрет как снять ограничение по фпс call of duty мобайл пишите ниже в комментах в пабге я знаю там есть gfx tool там можно снять ограничение по фпс но к пабгу мы опять же еще вернемся но кстати в call of duty я такого не знаю как снять ограничение по фпс если вы знаете опять же напишите поделитесь вашим опытом ниже в комментах но и пока что видим что также 40 fps на счетчике да чуть более стабильно держится хотя нет вот те же просадки 39 39 кадров 40 кадров давайте опять же найдем какого-нибудь врага постреляемся и чё здесь ничего нету мишка мишка нам не нужен давай вылезай уже все были бедный дом какой-то вообще район видимо не очень благополучный нифига нету о вот и враг нормально держится фпс на 40 кадрах не такие сильные просадки как на более высоких настройках и в принципе на таких настройках графики я думаю что будет такое же количество кадров то есть около 40 39 на минимальных настройках напомним из час играем call of duty мобайл переключение с третьего на первое лицо мы видим что фпс в принципе не меняется здесь окей это у нас был call of duty а так стоп вот и враг не очень сегодня меткий попал в общем подводя некий итог с call of duty mobile можно сказать что неважно какие настройки вы поставите высокие максимально высокие или низкие выше 40 кадров вы все равно не получите ну ладно 41 кадр там иногда проскальзывает но вот просадки по фпс в зависимости от настройок все-таки будут отличаться на высоких настройках просадки будут получаться там до 35 до 32 кадров примерно ну а на минимальных настройках просадки уже будут не такие существенные примерно до 38 до 36 кадров будут просадки случаться что же давайте усложним жизнь медиатеку Запустим танки Посмотрим для начала настройки Также будем запускать для начала на самых высоких настройках Все на максимум HD текстуры скачаны, все установлено С этим все хорошо Посмотрим для начала на максимальных настройках Ну что ж, поехали, смотрим на счетчик FPS И видим, что счетчик нам показывает 41 кадр, в принципе так же, как до этого Было и в Call of Duty, 47 кадров Кстати, немножко поднялось И давайте сразу поедем в гущу событий Сразу поедем к врагам Не будем медлить, если сгорю Быстро, не обессудьте У нас цель не поиграть, у нас цель протестировать Смартфон в таких наиболее сложных условиях Кстати, 49 кадров, 53 кадра FPS немножко подрастает Но я думаю, кстати, давайте переключимся В режим снайпера FPS пока не меняется Даже 60, кстати, уже прилетает Давайте поедем ближе к врагам Сразу в упор, сразу в морду Скорее всего сгорю сейчас Ну и да фиг с ним Так, если стрелять 60 кадров мы видим на счетчике сейчас Куда же ты? Погоди, дружище Ах, чуть не доехал Так, сгорел 49 кадров в это время Просадка случилась, когда сгорел Давайте понаблюдаем за нашими товарищами Посмотрим Наши друзья себе успешно прячутся по кустикам Тем временем на счетчике 40 кадров было Сейчас 44 Вот сейчас будет ближний бой Посмотрим, насколько FPS просядет Ну, кстати, я, честно говоря, ожидал от танков Худшего показателя по FPS Ну, пока что терпимо Я бы сказал, даже очень неплохо Учитывая то, что сейчас максимальные настройки графики стоят Все включено Ну, кстати, пока переключался немножко FPS прыгает, видите Даже не FPS А такие затыки небольшие случаются 42 кадра Так, коллега сжег врага 43 Тут у нас Догорает мой танк Американский Этот задалека стреляет Ну, в общем, как видим На максимальных настройках графики Неплохо себя показывает Dimensity 800U Возможно, оптимизацию в танке завезли В какой-то веке Так, сгорел танк наш 42 кадра в это время Минимальная просадка 41 45 Мой горит Другой горит В общем, видимо, наш проиграл А хотя нет Судя по данным Враги все-таки проигрывают 41 кадр 40 кадров Пустится ли ниже вопрос Пока не видел ниже Я показателей по FPS Чем 40 кадров Ну, видите, когда переключаюсь Между игроками Все-таки немножко Такие подтормаживания случаются Видимо, прогружается там карта Все, бой окончен Это, напомню, у нас были Максимальные настройки графики Что ж, сейчас поставим на минимальных И также протестируем Сразу же в гуще событий поедем Ну что ж, ставим настройки На самые низкие Но здесь момент Выставляем 60 кадров Чтобы, опять же, все было по-честному Для этого, конечно же, нужно сохраниться Да что ты, черт побери Такое несешь И, наверное, нужно все-таки Перезайти в игру Чтобы, опять же, все было По чесноку Перезаходим Итак, сверхнизкие настройки Графики видим На счетчике 60 фпс Ну, 60 герц мы уже привыкли И разрешение, в принципе, такое же осталось Как и в предыдущих играх Поехали! Сразу едем в бой Сразу едем в гущу событий И смотрим на счетчик кадров Насколько сильно он будет проседать Переключение в режим снайпера Меняется ли фпс Видим, что пока не меняется В целом нормально Ну а что, сразу поедем на врага Наша цель не поиграть Опять же, наша цель протестировать смартфон Так, по нам стреляют В ответку ему Так, стоит тут камень Я пока доеду к этому супостату Человек пришел играть Не то, что я Покататься и сгореть Не Ну, видим, что даже рядом с врагом А у меня трансмиссия полетела Или что там Даже рядом с врагом В принципе, просадок здесь На минимальных настройках нет Ожидаемо нет Ну, я думаю, что здесь ничего удивительного Также в этом нет Потому что все-таки Настройки сверхнизкие Все, что можно, отключено Единственное, я поставил 60 кадров Там можно 30 выбирать Здесь ограничение 60 кадров Вы уж простите, я не очень танкист В танки я, честно говоря, практически не играю Разве что для тестов Все сгорел Ну что, последим сейчас за коллегами Также, видите, при переключении на моих коллег Случаются небольшие подтормаживания Но в этом, в принципе, ничего удивительного нет Скорее всего, просто карта прогружается Но при этом, видите, что стабильно 60 кадров держится Все отключено Лишнее, опять же И на минимальных настройках Вполне комфортно играть В общем, честно признаюсь В танках меня Деменсти 800U Учитывая то, что это все-таки Медиатека Медиатеки, как обычно С танками не очень Но Деменсти 800U, видимо, очень То есть, даже неплохо Я бы сказал Там просадки до 39-40 кадров Случаются Но это не существенно Непринципиально То есть, не такие страшные просадки Как могли бы быть Как до этого были на старых Медиатеках Например, тот же Note 8 Pro Там просадки более существенные В танках Неважно, какие настройки Вы поставите Ну что ж По многочисленным просьбам Также протестируем данный смартфон Stand Off 2 Покажу для начала графику Графика, как вы видите Все на максимум Частота кадров 120 FPS стоит Переходим в бой Давайте Пускай это будет командный бой И посмотрим На что данный смартфон Способен в Stand Off 2 Загружается Игра, в принципе, не очень тяжелая Настройки у нее Стоят сейчас Опять же на максимум Не хочет нас пускать за спецназ Пойдем за террористов Видим, что на счетчике 60 кадров Я не очень игрок В такие игры Честно скажу Никогда Не страдал Контра-страйком Так, это была разминка Сейчас у нас бой Ну, я ему еще вроде в голову попал Ничего себе Сам удивлен Ага Недолго музыка играла Ну и видим, что игра нам показывает 60 кадров На максимальных настройках графики В общем, опять же У меня отмазка такая Я не играю Я тестирую игры Поэтому, сорян Здесь какого-либо супер геймплея Вы, к сожалению, не увидите Следующий прицел есть Посмотрим, что будет в режиме прицеливания Не накидали Ну, в общем, вы сами видите Что на таких настройках Игра держится стабильно на 60 кадрах В общем, давайте сейчас Поменяем настройки на самые-самые минимальные Посмотрим, выдаст ли нам там хотя бы 120 кадров Итак, настройки графики я поменял на самые минимальные Игру перезапустил Чтобы, опять же, все применилось И видите, что все на минимум Все лишнее отключено Оставил только частота кадров 120 Тоже заходим в тот же режим Командный бой Ну, к сожалению, видим, что Так же осталось все на 60 кадрах Ах ты, даже кого-то убил Ну ладно, это разминка Да, 120 кадров здесь не показывает При этом могу сказать, что на Poco X3 В свое время, когда я тестировал Stand Off 2 Там без проблем Данная игра выдает 120 FPS Ну и 120 Гц, соответственно Здесь у нас 60 Гц Может быть, с этим связано Не знаю Но, в общем Если я вдруг что-то неправильно включил Или настроил Вы тоже напишите ниже в комментах Ладно, бой начинается Посмотрим, что будет в игре Ну, я думаю, что так же все останется 60 кадров 120 мы, боюсь, не увидим Идем Умираем героически Ну ладно, не очень героически В общем, подыхаем Давай, беги быстрее 61 кадр 60 FPS на счетчике Практически стабильно Практически всегда Ну, как я ранее сказал Игра не очень требовательная Поэтому в этом плане Ничего удивительного нет Конечно, хотелось бы увидеть здесь 120 FPS Но, тем не менее Их здесь нет Ну, а следующая игра у нас будет Tactical Также посмотрим Для начала Покажу вам настройки Чтобы, опять же, все было по-честному Итак, графика Все на максимум Супер, класс, норм Все стоит на максимум 60 кадров должно быть в игре Посмотрим Такая вот игрушка На первый взгляд Не очень Серьезная по графике Давайте посмотрим Что будет Когда рядом Враги Ну, видите О, вот-вот Кстати, просадочки пошли 16 кадров, господа Вот вам и не очень Красивая И графонистая игра При этом все Как видите Тормозит безбожно И просадки до 16 кадров Все время так и норовить Немножко поднять камеру А здесь Этого, к сожалению, нет Да Видимо, много текстур Не знаю Может, игра не оптимизированная В общем, вот вам и первая игра Вот 17 кадров, пожалуйста, опять С которой Note 9T Не очень хорошо справляется На максимальных настройках Опять же Графика, как вы видите Не очень Но при этом Игра достаточно требовательная Или не оптимизированная Здесь, опять же Да, все время так и норовит Меня камеру поднять Струб Я даже успел перезарядиться 13 кадров, господа 13 кадров, дамы, господа У нас Видим на счетчике кадров В тактикуле Сейчас нас убьет Да, видите Все рывками идет Все очень так Сильно дергается Вот как раз и бой закончился Ладно, сейчас поставим Эту игру на самые Минимальные настройки И посмотрим, какой результат Будет там Графика у нас Не очень стоит Как видите Также оставил 60 фпс Но при этом Графика стоит на Не очень Вот она в самом низу Если кто-то не знал Здесь уже, кстати Честно говоря Тач не очень ощущается Вот он, враг Куда ж ты побежал 61 кадр Пока что Ну, были просадки Да, я видел 50 там с чем-то Во-во-во-во Вражина бежит Давай Стреляй Да, есть просадки Здесь, видите 34 кадра Уже 30 кадров Оба-оба-оба Пошел-пошел-пошел Пошли тормоза 17 кадров В общем, не помогает Этой игре Даже низкие настройки Не знаю Дело в железе Данного смартфона Может не очень Оптимизирован под Mediatek Движок данной игры Tactical Ну, в общем Как вы видите В зарубах Таких сложных сценах Все очень печально Становится Не очень справляется Данный смартфон С этой игрой Опять же На вид Игра вроде простенькая Ничего серьезного Но, тем не менее Просадки Как вы сами видели Случаются неплохие Здесь Ну, на 5 Просадки пошли Все подтормаживает Ну, потому что Здесь наши Воюют с супостатами Тут у нас Хочет обойти Не получится 42 кадра Ну, было Было 17 кадров Я сам видел На видео все записано Ну, 15 кадров Ну, в общем Все понятно С данной игрой У Note 9T Не очень хорошо Не важно Какие настройки Вы поставите Окей Переходим К следующей игре Посмотрим Что будет там Ну, и чтобы максимально Уже добить этот смартфон Запустим Genshin Impact Игра достаточно тяжелая Даже для флагманов Но это у нас Как обычно Начинаем С самых высоких Настройках Видим показатели Там 19 кадров Да, все Подтормаживает Все проседает Но здесь Опять же Ничего удивительного Игра Очень-очень Требовательная 20 кадров Сейчас на счетчике Это у нас город Здесь побольше текстур Чем в том же Где-нибудь В поле Или в лесу Поэтому здесь Я думаю Оптимальные показатели Так что Давайте все-таки Покажу настройки графики Чтобы все было по-честному Что это именно У нас максимальные Давай Тыкайся Ты уже Да Видите Все на высоко Поставим на максимум Видите Что загруженность Высокая Часто кадров 60 пускай будет Ну Как вы сами видите Показатели По фпс У нас примерно Такие Случаются Просадки Естественно До там 16 Наверное 17 кадров В этой игре Ну в общем Нельзя сказать Что прямо Ух В том же Тактикуле Просадки Были Посущественнее Чем здесь В принципе Играбельно Играть можно И на таких Настройках Но при этом Опять же Смартфон В данной области Уже начинает Нагреваться Ну в общем Как-то так На максимальных Настройках графики Ведет себя Genshin Impact Давайте теперь Зайдем на Минимальных Настройках И посмотрим Какие показатели Будут там Итак Перезошел в игру На минимальных Настройках Показываю Чтобы опять же Все было по-честному Давай нажимайся Ты уже Вот оно Настройки графики Смотрим Ну видите Что все на низком Пользовательская стоит Потому что я поставил 60 фпс Ну в общем 60 кадров Здесь не видно В принципе ожидаемо Как я ранее уже сказал Данная игра И на флагманах Себя показывает Иногда не очень хорошо В плане того Что очень требовательная 47 кадров 46 Также зайдемте Давайте в город 44 кадра В принципе нормально Передвинем Чтобы не мешало Это напомню У нас сейчас Минимальные настройки Графики То есть если Поставить все На самые низкие Но при этом Оставить 60 кадров Все таки 35 Здесь уже 38 34 Здесь видимо Какие-то персонажи Появились из-за этого Полюбуемся На такую вот красоту Игра реально Красивая Опять же повторюсь Мне понравилось Хотя Такие я не сторонник И не фанат Аниме И таких игр В целом Но неплохо Неплохо Ну в общем да Видим что здесь Уже не такие Серьезные просадки Случаются Вот кстати 38 Случаются конечно Просадки Но не такие сильные Как на максимальных Настройках графики В общем играть В эту игру Хорошую Интересную Красивую игру На ноут 9 Можно Но и дабы на меня Не обиделись Любители погонять На смартфонах Также протестируем Ноут 9 в асфальте Девятом Показываю Как обычно Настройки графики Перед игрой И вы видите Что стоит все На высоком качестве Что ж Давайте Запустим Так на катсцене Видим просадки До 13 кадров Сейчас 29 30 И поехали Ну и видим что В начале 29 28 кадров 31 21 Вы это видели 19 кадров Кстати Да Жестко Залипло Буквально На секунду Полторы Наверное Но залипло Вот тебе Асфальт Вроде Кажется не очень Требовательной Игрой Но ноут 9 Все таки Испытывает Некоторые Сложности С этой игрой Да Кстати Просадки Я здесь Честно говоря Не ожидал Но тем не менее Они здесь Есть Ну по большей части Неплохо Но все таки Как вы сами Видели В самом начале Были неплохие Такие просадки Подлагивания Возможно Карта прогружалась Возможно Не оптимизирован Не знаю Но честно Я от асфальта Такого не ожидал Ну и ускоряемся Окей Это высокие настройки Сейчас поставим Более низкие И повторим Заезд Настройки игры Дисплей управления Видите да Что стоит настройка На производительность В самом низу Так Как раз дали Новую машину И затестим Катсцена Посмотрим Что у нас ФПС 5 фпс И поехали 26 кадров 30 19 кадров Опять Ну В принципе Ничего не поменялось Даже если Снизить настройки Графики На минимальные Те же самые Просадки случаются 19 кадров Как и было В прошлой игре Когда у нас были Более высокие Точнее максимальные Настройки графики Еще разные эффекты Конечно Типа волны Все дела Ну В принципе Так же держит 30 кадров 29 Но Просадки Опять же Видели мы 19 кадров Что не есть Хорошо Я честно Опять же Признаюсь Не ожидал Что такое Будет у нас В асфальт В асфальте Видим Выше Как видите Поставить Просто так Не получится Опять же Да Можно скачать GFX Тул Поставить Другие Настройки Но Сейчас У нас Стоят Вот такие Вот так Тени Кстати Отключил Будет Без Теней Сейчас Такие Настройки Пробуем На них Сейчас У нас Фаза Подготовки И Видим На счетчики Кадров 30 Кадров 29 Это Напомню У нас Максимально Доступные Настройки Давайте Звук Выключу Чтобы Мне не мешали И я никому Не мешал Это мне Повезло Вообще Крупно Он Меня Не убил Что там Кстати С просадочкой Это было По фпс Я не заметил Уж Извините Давай Энергетик Выпьем Не вовремя Все Похоронил Ну В общем Видите Да Просадки Случаются В бою Когда Враг Непосредственно Близко Да Убивай Давай Уже Все равно За мной Никто Не придет Сейчас 32 30 Кадров В общем Как вы видите 29 30 Кадров Просадки Как я и сказал При тесте Если играть 2 часа Там долго В PUBG Случаются До 16 17 Кадров На Note 9 Это Есть Этого Не отнять Ну и да Кстати О температурах Тоже Как обещал Расскажу В общем Если Опять же Играть В PUBG 2 часа Я играл В PUBG Ровно 2 часа Температура На корпусе Данного Смартфона Не превысила 43 градусов Самой горячей Тучкой корпуса Выше 43 градусов Я здесь Не видел В принципе Да Если играть Genshin Impact Тех же 2 часа Там будет Температура Немножко Повыше Что-то В районе 46 47 градусов Но Тем не менее Это в пределах Допустимого Нельзя сказать Что это Очень много И нельзя сказать Что это Как-то Сильно Влияет На игровой Процесс Руку Не обжигает Играет Достаточно Комфортно На этом Смартфоне Тем более Такой Приятный Матовый Пластик С таким Рифлением Или как Это Назвать В общем С этим Здесь Все Неплохо Так Наш коллег Тоже Благополучно Скопытился Этот Где-то В горах Бродит В общем Это у нас Максимальные Настройки В PUBG Давайте Сейчас Переключим На минимальные Самые Минимальные Настройки Посмотрим Какой FPS Будет Там Ну что Настройках Ну и На фазе Подготовки Видим 39 кадров 40 кадров Ну да Пока Видим 40 кадров В принципе Стабильно На таких Настройках Практически Всегда 40 41 кадр Опять же Да Я знаю Что можно Поставить GFX Tool Можно Это Все Выкрутить Это Я повторяю Для тех Кто Будет Мне сейчас Писать В комментах Что Ты Не Показал На Все Что Способен Данный Смартфон Можно Можно Поставить GFX Да Чего Ничего То Нет Пока Что Просадок Сильных Я не Вижу На Таких Настройках В принципе Комфортно Можно Играть На Минимальных Практически Всегда На 40 Кадрах Вон Вон Подранк Это Убил И Меня Убили Ну в общем Как и ранее Я говорил Если Очень Долго Играть Часа Два То Можно Схватить Здесь Просадки До 16 До 17 Кадров Но Они Очень Кратковременные Что Можно Сказать Про Note 9 Т Местами Он Получше Чем Poco X3 Показывает Чуть Более Высокие Настройки В том же PUBG При Родных Настройках Графики BGFX Tool Он Может Показать Получше Настройки В плане Просадок На Poco X3 Просадки Случаются Чуть Более Существенные Опять же Кому Интересно Как Показывает Себа Камера На этом Смартфоне Как Он По Автономности В PUBG Вообще В целом Посмотрите Сравнение С Poco X3 Видео Есть На Канале Можете Посмотреть Там Более Подробно Ознакомиться Ну а я могу Сказать Что Да Честно Говоря Не Очень Приятно Меня Удивил Данный Смартфон В том же Тактику Очень Сильные Просадки Но Приятно Удивил В том же Genshin Impact То есть Нормально Идет Нельзя Сказать Что Очень Плохо Очень Сильно Просаживается FPS В целом Играть Можно И даже На Максимальных Настройках Опять же С учетом Того Что Просадки Все Так Случаются Но В остальном Для игр В целом На средних На минимальных Так уж Тем более Без проблем Данный Смартфон У вас Все Современные Игры Потащит Ну и Как Вердикт В целом В играх Можно Поставить Ему Нужен ли вам Такой формат На моем Канале Надо ли Тестировать Все Смартфоны Которые У меня Будут На обзоре Отдельно В играх В таком Видео Как Сейчас Скоро Опять же Приедет Redmi Note 10 Pro Надо ли Делать Отдельное Видео С ним Такое Как Сейчас Note 9T Пишите Что вы Думаете Об этом Ниже В комментариях Не забывайте Поддержать Это Видео Лайком Если Будет Много Лайков Наверное И свое Я тоже Не буду Что ж Не забывайте Про лайки Под этим Видео Делитесь Друзьями Ну И так же Если вы Были Здесь В первый Раз На моем Канале Подписывайтесь Мы здесь Сравниваем Разные Модели Смартфонов Друг с Другом Сравниваем Камеры Сравниваем Все Что Можно Сравнить Ну А с вами Друзья Как Обычно Был я Александр Прощаюсь Ненадолго Скоро Увидимся Всем пока До Встречи